Обновится юность твоя. Мнение. Литература 4 мая 14.1. Обновится юность твоя. Сергей Шергунов о новой работе главным редактором легендарного журнала. Сергей Шергунов. Комментарии в просмотров 2893. На фото, обложка и страница первого номера журнала «Юность». Калаш. Фото. Анастат. Ог. Будущее мои биографы. Писал Валентин Катаев. Впрочем, если таковые окажутся, в чем я сильно сомневаюсь. Так вот, будущее мои биографы с большим удивлением обнаружат, что в один прекрасный день я стал редактором небезызвестного иллюстрированного ежемесячника под названием «Юность», придуманного мною в часы одиноких ночей во время бессонницы. А мне как-то в час предутреннего сна, вскоре после того, как я закончил Катаевскую биографию, привиделось, будто я оказался в редакции журнала «Юность». В рассветной полумгли опарю, плаваю под серыми старыми плафонами, и вдруг сталкиваюсь с полупризрачным Валентином Петровичем, и он жилистый и тряско пожимает мне руку. А сегодня, 4 мая 2019 года, я стал главным редактором этого журнала с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно. Юность сейчас переживает время не из легких. Хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать ее ярче и сильнее. А в будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться талантливое, живое, интересное. Читайте также. Детям ты не скажешь «до свидания». Станут ли звездами отпрыски знаменитостей, честно победившие на эстрадных конкурсах? Стихи, проза, очерки, критика, исторические изыскания, полемика. И не только привлекать к журналу лучших известных писателей, но и для этого и была придумана юность открывать имена. У нас творческая страна, где словесность соль жизни. Не устаю повторять, страна самая пишущая. Слишком часто пишущий не знает, как ему выйти к читателю. Чахнет и увядает институт редактуры, а ведь без должной огранки Катаевской юности не появились бы знаковые повести, те же коллеги. Сколько и могли бы сейчас писать ярко и свежо о своей жизни, своих городах и поселках, друзьях, учебе, работе. Надо возрождать жанр очерка. И возиться с новыми авторами. Или пример из вроде бы другой сферы. Почти треть сограждан хотят начать собственный бизнес. Таковы результаты социологического исследования, проведенного по заказу Минэкономразвития. Среди тысячи опрошенных каждый третий мужчина, каждая четвертая женщина и половина людей моложе 35 лет хотели бы открыть свое дело. Если выборка достаточно репрезентативна, то в масштабах страны это примерно 25 миллионов россиян трудоспособного возраста. Что там свое дело? Хотели бы добиваться целей вот что главное. А могут ли? Ведь слова бизнесмен или политик потому у нас ругательные, что связаны в сознании миллионов с системой феодализма. А писатели это кто? Те, кто ездит на ярмарке, получает премии, издается в парочке издательств. Только ли они, синодик из 30 имен? Дмитрий Быков, гипноз страшного. Даже взглянув в вечность, писатель ничего там не понял и не увидел, кроме собственного отравления. Мне бы хотелось, чтобы журнал устраивал семинары, мастер-классы, встречи в кафе, чтения. Не только в Москве, но и по всей России. И чтобы об этом знала Россия. Планы размашистые и дерзкие. Не все возможно осуществить сразу. Понятно, что надо выкладываться, проживая несколько одновременных жизней, писать прозу, работать депутатом и помогать людям, отчитываясь почти каждый день, воспитывать детей, ездить по стране, быть журналистом, в том числе снимать несколько телепрограмм. Но разгадка всего этого не хитрая. Чем больше забот, тем больше времени. Очень надеюсь, что мой приход в юность поможет судьбе этого журнала и будет небесполезен для русской литературы. Субтитры создавал DimaTorzok